здравствуйте дорогие друзья это программа тема дня на канале тонн тв сегодня в студии михаил юровский на 13 марта 17 часов дня правящей коалиции пока ничего не угрожает и премьер-министр прикладывает существенное усилие для того чтобы выборы составлялись в срок не раньше 2019 года а чего все началось началось все с ультра ортодоксальных партнеров по коалиции которые настаивали очень жестко настаивали на том чтобы закон об освобождении ультра ортодоксальных учеников ешив был принят по крайней мере в первом а может быть и во втором и третьем чтении сегодня у нас студии интересный гость эксперт именно в этой сфере доктор права раввин ортодоксальный раввин михаил финки здрасте михаил здравствуйте скажите михаил а нас на каком основании вообще они требуют отсрочки и освобождения от армейской службы разве в наших исток источников в танахе или в торе или в талмуде в комментариях мудрецов где-то это указано вы знаете на самом деле если мы посмотрим первоисточники ну например пятикнижие моисеева первая еврейская армия была создана моисеем величайшим пророком там написано в торе бог говорит каждый мужчина от 20 лет и старше должен идти служить в армию единственное колено которое не служило это были левиты колено священников левиты и коины священники это было одно колено леви они служили в передастном храме а потом в иерусалимском храме то есть из 12 колен израиля только одно колено не самое большое не служило они говорят мы как левиты и тут нужно понять это с точки зрения психологии и даже психиатрии я бы сказал и нашей большой древней и очень печально еврейской истории к сожалению многие эти люди настрадавшиеся и переживший холокост и пережившие жизнь европе в российской империи смотрят на армию израиля как на армию царскую российскую николая первого когда евреев изобревали в кантонисты на 25 лет уничтожали насильно заставляя креститься насильно заставляет ходить от традиций есть сало многие кантонисты были убиты об этом пишут многие историки кастомаров и многие другие отношение точно такое же отношение вот это вот называлась рекрутчина то есть насильная забревание в солдаты когда солдат уходит когда ребенок значит ребенка теряет семья еврейская на то смотрели как то что все он уже вернется потерянный и для общины и для семьи он превратится непонятно во что беда в том что сегодня отношение точно такое же беда в том что ментально они остались в черте оседлости ментально они остались в гетто европы они боятся оттуда выйти они смотрят на этот страшный большой секулярный мир который хочет разрушить все чем они живут как они думают и нагнетание происходит их раввинами которые играют на этих воспоминаниях которым сотни лет давайте не будем так сильно судить хотя я за то чтобы все религиозные служили в армии если мы действительно говорим чтобы кто-то не служил после то будет очень маленький процент как во время моисея выменя царя давида все религиозные служили в армии царь давида был религиозным царем вся армия была религиозной во времена все какие есть даже в самые новейшие возьмите хазарский каганат государство принял иудаизм была еврейская религиозно-иудейская армия все служили возьмем сефарских евреев приарабах были евреи которые которые служили. Боливереи, которые служили всегда. Когда у нас была государственность, все служили. Нет такого, что в Торе, в Танахе или в Талмуде нельзя служить. Их аргумент основан на другом, что армия светская. Мы можем потерять наших мальчиков. Там не будет времени для молитвы. Там не будет времени для изучения Тора. Там женщины. Там кошерность в столовой не на таком высоком уровне, как у бабушки Песи или бабушки Сары. Но ведь на это армия идет тоже им навстречу. Говорит, хорошо, мы сделаем отдельные батальоны. Там не будет женщин, ни командиров, ни вообще женщин-солдатов. Мы готовы на компромисс по кошерности. Стандарт кошерности в религиозных подразделениях может быть повыше до максимума. В армии дается время на молитву. В армии можно еврейское носить и Песы, и бороды, и кипу, и цицит. Всю религиозную одежду. Все равно соприкосновение со светским миром вызывает панический страх. Это фобия. Этой фобии примерно 2000 лет. Рассчитывает на то, что мы можем за 70 лет от него так вот легко избавиться, я не могу. Но вы знаете, есть чудотворные такие вещи, которые чудеса совершают. Называются они деньгами. Деньги, действительно, деньзнаки. Они имеют чудотворную силу. И соприкасаться с ними не запрещено. Как некоторые говорят, они наоборот даже их пересчитывать, это терапевтический эффект. Даже если женщины изображают. Ну, даже, да, наверное. Поэтому, если наше правительство будет мудрым, будет гибким и будет платить. Что значит платить? И кому платить? Давать деньги на религиозные программы, давать деньги лидерам. На те программы, которые будут хорошие, правильные. Помогать этому сектору. То финансовые вливания будут корректировать восприятие мира. Будут способствовать тому, что религиозная молодежь будет вливаться и в сектор служебния в армии, и в сектор работы. Мне кажется, что репрессивные методы это плохо. Чем больше государство будет репрессивным, тем больше мы будем в их глазах, как какая-то фашистская Германия, как какая-то царская Россия. Как оперпрокурор победоносцев. Победоносцев, да, совершенно верно. Как дело Бейлиса. Вот я живу в Иерусалиме. Я часто бываю в квартале Мея-Шаарим, в котором живут ультра-ортодоксы. Я вижу эти воззвания, которые написаны на идыше и на иврите. Я знаю идыше. Там ведь вот эти прокламации все, они времен царской России. И вот поднялся сатана в черных одеждах и пришел в виде формы израильской армии, чтобы забрать наших детей, которых мы воспитывали, отобрать их от матерей. Вот в такой форме. Вот на чем идет игра. Нужно просто вытащить из-под этого основы и показывать добро, понимание, помощь, поддержку, чтобы они увидели и наконец-то поняли, что это наша армия, которая нас защищает. И что если ее не будет, то тогда, может быть, не дай бог, второй холокост. Скажите, нет ли обоснования из моего общения с ортодоксами, с ультра-ортодоксами? Проскальзывали иногда такие нотки, что это же армия, ну, Израиль, да, но это же не совсем еврейское государство, то есть оно не иудейское государство, как ортодоксы мечтают о нем. Поэтому и армия, она, соответственно, не совсем еврейская. Там служат и арабы, и друзы, и, прости господи, и женщины, и девушки молодые, красивые. И поэтому относиться к ней, вот, например, к той же заповеди, или к тем же законам, которые внедряли и Моисей, и царь Давид, и другие наши цари, нет смысла, потому что это совсем другие нормы. Вы правы. Они смотрят, что Моисей, и царь Давид, и многие другие наши цари были как раввины из района Мояши. Шарим, или как раввины из Бнайбрака, или других ультра-ортодоксальных городов, что вот они, даже вот если посмотреть картинки, которые для детей они издают, там Моисей приходит в Штраймле, и в Лапсердаке, и с длинными пейсами. То есть как раввины из Польши. Хотя это появилось в Польше. Да, 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 конечно. То есть они так их изображают, чтобы, ну, понятнее было. И они, наверное, так и верят, что так и было. В их иллюзорном мире действительно эти царства все были наши ультра-ортодоксальными. Они не были как сегодняшний Израиль. Действительно для них наш сегодняшний Израиль это некое подобие, очень такое далекое от идеального Израиля. Совсем не Израиль. То есть некий сионистский антураж, который использовал иудейскую символику, а на самом деле... А на самом деле не еврейское, не иудейское государство свиноедов, скорее всего, где красивые женщины ходят, в чем чуть ли не мать родила, и соблазняют. Понимаете? Ведь это же тоже неуверенность в себе. Ведь это же неуверенность в себе, неуверенность в том, что... Это самая психиатрия, которую вы упоминали. Совершенно верно. Неуверенность, что их вся основа мироздания не рухнет при виде красивой женщины. Или при виде успешной работы, за которую платят хорошие деньги. Или при виде службы, при службе в армии. Поэтому, конечно же, вы правильно говорите, апеллировать к древности не всегда возможно. Но можно работать на таком уровне, что сказать им, хорошо, представьте себе, сегодня нас тут не будет, ни армии, ни полиции. Тут же будет Хамас, вас же просто вздернут. Поймите это. Да, мы не такие праведные, как вы. Мы не такие богобоязненные, как вы. Мы не такие, может быть, кошерные, как вы. Но если нас не будет, то и вас не будет. Мы в одной лодочке гребем. А они отвечают, по крайней мере, я слышал один раз такой ответ, что не будет сионистов, но будут другие. То есть, будет какое-то другое государство. На Америку же никто не нападает. А может быть Гитлер? Не дай бог. Такое же тоже может быть. Но поскольку они занимаются Торой, то их охраняет сам Господь. То есть, это самый сильный военачальный. Беда в том, что, понимаете, в Польше из трех миллионов евреев, которые были убиты только в одной Польше нацистами, большинство были ультра-ортодоксальные евреи, которые основную часть времени учили Тору. Это их не спасло. В Туре есть такое правило, нельзя полагаться на чудо. Понимаете, когда раввины некоторые, особенно из этого сегмента, выдергивают какие-то цитаты без объяснений и бросают их в толпу, то создается впечатление, что все какие-то идиоты. В Туре нигде не написано «учи Тору и иди на пулеметы, и ты будешь храним Богом». Такого нет. Наоборот, не полагайся на чудо, береги свою жизнь, береги здоровье, живи разумом и сердцем, и душой. Все должно быть вместе, гармонично. Проблема в том, что тут есть, понимаете, также и политика, тут есть и желание выкачивать из государства деньги. Вот эта проблема... То есть паразитирование. Да. Эта проблема создается, чтобы эту проблему выкупило государство. То есть, вы хотите решение этого вопроса? Решение – это всегда вложение, это деньги. Да, вот как, знаете, есть такая светская поговорка, «Ты хочешь гулять с красивой женщиной?» Это большие расходы. В этом смысле ультратоксальный сектор ведет себя как красивая, уверенная в себе сексуальная женщина. Она хочет много денег за согласие. За свои голоса в парламенте. Ну, за все, за свои голоса в парламенте, может быть, даже за службу в армии. Ведь это же не вопрос, который однозначно нет. Вот видите, сегодня уже появляется «да». То есть, есть способ давить на мозоль, есть способ давать деньги. Есть морковка, и тут я вижу ложь. Потому что, если бы это на самом деле было бы так бы сакрально и так незыблемо, как нам говорят, то, наверное, это не продавалось бы. Даже за большие деньги. Потому что есть вещи, которые не продаются. Все-таки тут есть большая смесь психологических комплексов прошлого, неграмотности, основной части этого электората, и фобий разных, и бизнеса, раввинов, и лидеров, и всяких махеров, всяких деятелей, которые на этом пытаются просто заработать большие деньги и решить все свои вопросы сразу. Ну, хорошо. То есть, если это неграмотность масс, то есть, вот этой паства, то есть, они, конечно, грамотность, они прекрасно читают, и в своей сфере... Неграмотность именно в этих вопросах, понимаем. Да, да, в тех, что мы называем светские, да, они не знают историю, они не знают какие-то основные общественные дисциплины, да, и вообще... Но знают очень многого другого, там очень много умных людей. Конечно, вот, например, тот же наш замминистра Лицман, он, например, уроженец Соединенных Штатов Америки, и он в Кнессете, в принципе, и еще до того, как он стал депутатом, он был помощником, то есть, он подвязался, в принципе, в Кнессете и в этих политических кругах десятки лет. То есть, очевидно, человек очень образованный, и на посту министра, замминистра здравоохранения, он совсем неплох, он хороший министр здравоохранения. То есть, нельзя ничего сказать, даже светские говорят, что да, он один из лучших министров здравоохранения, которые были вообще в Израиле, но таких, как он, единицы, вопрос, как бороться вот с такой неграмотностью именно масс, не отдельных представителей высших, а вот именно формирование какого-то класса, можно сказать, это не духовенство, в общем, в формальном смысле, да, но вот какого-то класса обсервантов, религиозных, соблюдающих людей, который будет неграмотный, малообразованный, и у него будет в принципе на уме в основном одно, то есть, исполнять указания раввинов и, по сути, паразитировать на теле вот таких ненавидимых сионистов. Я вам хочу сказать, как бороться с этим? рецепт мой будет, может быть, не очень политкорректным. А и не надо? Мне кажется, что государству надо просто давать деньги в виде каких-то бонусов. То есть, давать или не давать? Нет, именно давать деньги тем религиозным лидерам, которые формируют мнение паствы. То есть, морковка прежде... Морковка, да, да. И если давать деньги, всякие делать промоушены, помогать каким-то образом, то будет выгодно этим раввинам давать такие объяснения, такие установки, свои паствы, чтобы государство не выглядело врагом, и чтобы армия не выглядела врагом, а как раз наоборот. Мне кажется, никто с этим не работает. Понимаете, это все отпущено. Во многих странах мира есть такая концепция, в которой государство работает с религиозными деятелями. Ну, самое последнее, например, в борьбе с терроризмом, ну, например, с многими исламскими клериками. Очень важно для многих спецслужб, что в мечетях многие клерики говорили правильные вещи. Ну, например, трактовали ислам как метафорический джихад, то есть, трактовали джихад как метафорическую концепцию борьбы со злом внутри себя, а не как какую-то, что надо идти воевать куда-то, в какую-то страну, кого-то убивать. То есть, давать те объяснения, которые выгодны демократиям, странам, в которых эти люди живут. И государство имеет целые департаменты, которые работают с клериками по влиянию опосредованному на вот этот сегмент. И не жалеют на это ни денег, ни ресурсов, ни людей. У нас же ничего не делается в этом вопросе. У нас как бы отрезанный кусок, и мы кричим, а вы такие, а вы сяки. Нужно как-то очень аккуратно, очень завуалированно работать, мне кажется. То есть, вы как преподаватель по сути на курсе MBA, вы предлагаете работать с инфлюансерами, с лидерами мнений, и это в принципе все крупные корпорации, они испытывают такую стратегию. У меня американское образование, поэтому оно, наверное, дает о себе знать. Да, совершенно верно, вы правильно говорите. Друзья, смотрите Eton TV, здесь независимые, объективные и самые лучшие эксперты. У нас в студии был доктор Михаил Финкель, спасибо. Спасибо вам. А ведущий был Михаил Юровский. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин